Всем большой привет, ребят! С вами Сезанна. И сегодня я хочу вместе с вами затестить вот такой вот просто огромнейший набор акриловых красок. Я просто в шоках с данной коробки, потому что она действительно большая и весьма тяжелая. Одна из причин потому, что в нее вместилось целых 48 вот таких вот тюбиков по 36 мл акрила. Могу сказать, это немало, и выглядит она весьма внушающе, особенно когда мы это все открываем. Я как бы уже в восторге от этого всего, но как бы не спешим, да, не спешим, потому что здесь еще есть второй слой. Нижний и верхний. Каждый тюбик выглядит вот таким вот образом, и на самом деле здесь написано довольно много разной информации. А еще они нетоксичные. А еще я заметила, что в наборе есть два белых цвета. А нет, все-таки они отличаются. Так же, как и эти черные. Оттенки немного разные. Кстати, меня очень удивило то, что в наборе есть серебряные и золотые цвета. Это просто вау, мне уже хочется их затестить. А ну-ка, откроем золотой. Очень классно, что здесь есть защитная фольга, то есть она нам показывает, что красочки ранее не вскрывались и не засохли бы при длительном хранении. Вау, посмотрите, как же она сверкает. Кстати, у них практически нет запаха, прикольно. Ребят, ссылочку на данный магазин, откуда вы ко мне приехали эти замечательные краски, я оставлю внизу в описании, так что заходите и смотрите весь ассортимент. А еще у них сейчас действует акция «При покупке двух товаров, третий получайте в подарок». Можете сами в этом убедиться, перейдя в их инстаграм или же на официальную страницу магазина. Но и рисовать данными красками мы будем на холсте. Точнее, холст у нас вот, а упаковочку от него я оставила для вас. Для того, чтобы вы увидели размер, плотность и остальную информацию. Честно, я долго думала, что же мне на нем нарисовать, в итоге мир, история, здрасте. А я виновата, что это мой любимый паринг из «Атаке титанов», нет, до свидания. И да, это девушки. Неужели Сюзанна рисует девушек? Шок-контент. Но на самом деле они очень милые, мне нравятся. Правда, я не уверена, насколько они у меня получились похожи, но я старалась. Да и плюс, сама очень сильно люблю «Атаку титанов». Рисовать двойне приятней. Ну и для начала нам нужны лайнеры и линеры. Хотя это не особо нужно, и можно, в принципе, сразу начинать окрашивать, но я боюсь, что у меня получится криво. Поэтому я обведу. Готово. С этим этапом мы закончили. Можно сказать, сделала все это на быструю руку, главное, чтобы не криво. Потому что после нанесения краски большинство линий просто перекроет, и второй лайн мы будем делать уже после полного покраса. Ну и для него нам понадобится палитра, кисточки абсолютно разного размера, ну и, конечно же, сама краска. Давайте немного выдавим на палитру, чтобы намешать уже нужный оттенок. Правда, с этим у меня не очень хорошо ладится, но ничего страшного, постараемся и должно в итоге получиться нормально. Я надеюсь, конечно, но, в принципе, знаете, если человек старается, то по-любому должно получиться что-то хорошее. И в этом случае я также на это надеюсь и буду стараться. Кстати, ребят, насчет красок. Могу сказать с первой же секунды после нанесения ее на холст, то что она реально офигенная. Знаете, вот бывает, покупаешь акриловую краску, даже поштучно, но она какая-то настолько жидкая, что приходится несколько слоев наносить, чтобы перекрыть даже тот же белый фон. Но, на мое удивление, в данном случае совершенно не так, потому что она имеет довольно плотную консистенцию. Не скажу, что она прям супер густая, но она плотная, и с помощью, скорее всего, одного слоя можно все нормально перекрыть. Ну, конечно, для более лучшего эффекта нужно наносить два слоя, но если вы там спешите или у вас мало акрила, то можно и один, будет выглядеть нормально. Скорее всего, именно я в некоторых участках нанесу один слой, а в других, где требуется более тщательно закрасить, там будет два. А еще мне нравится то, что этот акрил достаточно быстро высыхает, и не приходится ждать 15-20 минут для просыхания одного слоя, как это я делала раньше. Потому что, к сожалению, если не дать ему просохнуть, то я постоянно вляпывалась туда руками и просто все размазывала. У меня было так много ляпов. Но сейчас за время, пока я крашиваю один какой-то участок, потом перебираюсь к другому, а этот первый уже полностью просох. Но все-таки не могу не отметить, что в этом есть и небольшой минус, особенно для тех, кто делит работу, например, на несколько частей, раскрашивает в разное время, или же просто раскрашивает достаточно медленно. Это то, что краска высыхает быстро не только на холсте или на любых предметах, на любых плоскостях, на которых вы рисуете, а и в палитре. Я вот только намешаю нужный мне оттенок, особенно если он в минимальных количествах, буквально раза 4 могу туда макнуть кисточку, и, к сожалению, немножечко уже начинает браться коркой, и приходится заново и заново все намешивать. Поэтому, если мы планируем работать достаточно долго, то должны учитывать данный факт и, скорее всего, намешивать, ну, немножко больше, чтобы краска не успевала засохнуть. Я точно так же протупилась телесным оттенком, когда Хистории почему-то забыла окрасить ухо. Я не знаю почему, но когда я уже приступила к ее волосам, я увидела, что у нее осталось неокрашенное ухо. А к этому моменту телесный оттенок, который я смешивала, он уже засох. И мне пришлось заново все это делать, так что, да, ребят, вот такие дела. Но могу сказать, что этот мизерный минус никак не портит данный набор красок, потому что это, наверное, самые лучшие, ну, одни из самых лучших акриловых красок, которыми я когда-либо пользовалась. Да и вообще, с таким количеством разных классных оттенков мне самой по минимуму пришлось что-либо смешивать, потому что нужные мне цвета и так уже были в наборе. Так, ну а пока я продолжаю раскрашивать, хочу напомнить вам, что сейчас в моем инстаграме проходит конкурс, который будет длиться до 7 мая включительно. Один из подарков будет мой рисунок на стекле, все фото и видео можете посмотреть в конкурсном посте. И как раз таки, если вы еще не участвовали и хотите принять участие, потому что время еще есть, можете просто спуститься по ссылочке в описании или в закрепленном комментарии в мой инстаграм, найти тот самый конкурсный пост и принять участие. А еще, ребят, завтра в моем инстаграме вас ждет небольшой, а может быть даже большой сюрприз для любителей творчества. Пока не буду говорить, что именно, но думаю многим понравится и надеюсь, что вы оцените. Так что да, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, чтобы ничего интересненького не пропустить. Ну а тем временем мы с вами уже подошли к конечному этапу покраса рисунка красками. Сейчас мы заливаем фон таким ярко-красным оттенком, мне кажется он здесь прям супер уместен и их история вместе с Эмиром смотрится на нем очень даже выигрышно. Вообще изначально я хотела сделать им черный фон, но потом как-то резко передумала уже в самом конце, потому что боялась, что Эмир может на нем слиться, так как у нее достаточно темные волосы. А белых отступов, то есть пробелов по контуру я делать ну как-то не хотела, потому что они в таком случае смотрятся будто бы наклейки. А это у нас все-таки холст, и я хочу, чтобы рисунок смотрелся ну как картина. Ну что ж, заключающий этап состоит в том, что я возьму белую гелевую ручку, белый карандаш, подправлю некоторые детальки и конечно же сделаю им лайн. Запомните, как рисунок выглядел до и как же он будет выглядеть после. Та-дам! Да, произошло вот такое вот кардинальное преображение. А ведь я всего лишь сделала им лайн черным цветом, немного добавила розовых пузыриков на фон и выбелила некоторые участки с помощью белого карандаша. Я даже белую гелевую ручку не использовала, потому что она здесь ну совершенно не нужна. Кстати, бока также проработала. Только обратную сторону не трогала, но если я буду разыгрывать данную картину в своем инстаграме, то обязательно это все закрашу красным. Ну что, ребят, обязательно напишите в комментариях, как вам такой результат с данным набором красок понравился или же нет. Ну и как всегда, минутка внимания для топа комментариев с прошлого видео. Огромное спасибо, что вы пишете свои комментарии и оставляете отзывы. А на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотры. Не забудьте заглянуть в мой инстаграм, ну и конечно же по ссылочке в описании в магазин, в котором вы можете найти просто огромный ассортимент разных художественных материалов. А мы с вами встретимся уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok